Конечно, в жару лучше пользоваться большими автобусами, где и мест побольше, и с коляской зайти удобнее, и кондиционер работает. Тем более, если поездка на дальние расстояния в Худепсту, Бадлер или Олимпийский парк. В принципе, многие так и поступают. Выбирают комфортный муниципальный транспорт. Тем более комфортный кондиционер. Сейчас в Сочи отдыхающих много, хоть как-то пространство какое-то. А 124-ка, он запитый, эти маршрутки, душно, очень сильно неудобно. Конечно, с кондиционерами. Большой автобус, конечно, по прохладе. На большом, наверное, удобнее мне. Почему? Просторнее. Удобнее на больших, комфортабельных автобусах ездить. Особенно, если куда-то далеко и в таком климате. Но и автобусами малой вместимости приходится пользоваться. Они, конечно, мобильнее. Их на линии много и по час отдыхающие пытаются сэкономить время, садятся в них, не предполагая, насколько трудно будет ехать летом в душном салоне. Очень жарко, кондиционеров нет. Очень плохо пахнет. Маленькие маршруты, конечно, неудобно. Потому что жарко в этом году особенно. Очень жарко. А в автобусах очень даже удобно. Выбор всегда есть. И он за самими пассажирами, жалоб от которых сейчас в жаркий август поступает очень много. В департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города приходит много жалоб от жителей и гостей курорта. Относительно того, что на линии много автобусов малой вместимости, без кондиционеров. Очень душно. Люди падают в оморок. У нас, конечно, на линии много автобусов большой вместимости с кондиционером для маломобильных пассажиров. Эта тема на сегодняшний день взята на контроль департаментом транспорта. И сейчас разрабатывается новая маршрутная сеть в городе Сочи. Теперь задача одна, чтобы больших автобусов было больше, а жалоб от населения меньше. В перспективе автобусы малой вместимости будут использовать на периферийных маршрутах. Людей будут подвозить к магистральным линиям, где пассажиры пересядут на муниципальный транспорт. Платить два раза за проезд будет не нужно. Для этого внедрят электронную систему оплаты.